Продолжение. Кажется вам уже. Но, кстати, есть стандартный будущий Смажухин. Это замечательный наш коррекционный вариант, в котором вы не сохранилось. Сзади увидел то же самое, все тут интересные вещи. Внутри журнала вы увидите абсолютно безидейные, без инициативные и приводные статьи, лицензии на фильмы. Но, среди всего этого, есть замечательный манифест по телевизору. Манифест кино. Я даже не знаю, имеет ли смысл это зачитывать? Не умею, потому что я ничего не успею. Давайте вы почитайте это сами. Ну, знаете, такой футуристический манифест, этот маленький кусочек. Мы называем себя киноками, в отличие от кинографистов, стада стариковщиков, нетурно торгующих за их пик пол. Мы не видим связи между лукавством, расчетом тракошей, подлинным кинодчеством. Психологическую, узкую романсовую кинодрамму, отяжелевшую ведениями и воспоминаниями детства, мы считаем нелепостью. Ну и дальше всякие. Мы, 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 мы объявляем старые кинокартины, романтически театрализованные и прокаженными. Не подходите близкому, восклицательный знак. Не трогайте глазами, восклицательный знак. Опасным для жизни, восклицательный знак. Заразите меня, точно. Мы приглашаем кон из сладких объятий романсов из-за травм психологического романа, из-за лап театра, и много приказанных к музыке. Он в чистом поле пространство с четырьмя издрениями. Три плюс преми в польский новый материал своего метрофильма. И второй страничке вы увидите вот такую вот схемку, которую, как считают некоторые киноведы, Вертов, извиняюсь, спер из какого-то музыкального учебника. Мне кажется, здесь все расшифровано, да. Вот, этот журнальчик я пускаю на руках, чтобы вы представили, что это такое было, потому что ребята были революционно настроены, хотели все изменить, как я думаю, уже понятно из того, что я вам зачитала. Вертов вообще выпускал минифестов в каком-то безумном количестве. И вообще был очень пишущим, как и написанным, то есть, нам не было еще и минифестов.